телемост у политверы спасите нас братья тоже название такое высказался по этому поводу вызвал большой резонанс там было несколько украинцев из львова из киева да ну я из крыма и меня попросили мой спич нарезать оттуда и выложить отдельным роликом потому что но хочется иметь типа под глазами мне проще наговорить его с нуля потому что ну резать большие объемы видео уже просто сил нет и так речь шла о том как вернуть украину постулаты очень простые для того чтобы возвращать страну с населением из территории нужно иметь кадровую базу все просто как очень наш кадровые базы украинского народа своей государственнической нет уже несколько десятилетий все эти уважаемые все эти аллигаторы причем днепропетровские киевские одесские донецкие виницкие западноукраинские как у кого не взять это смотрящие за кошельками наших украинских активов которые зарегистрированы в офшорах с английской юрисдикции конечных бенефицаров мы даже не знаем соответственно вся эта элита которая там топчутся в думе вы в думе брали до на банковой в областных администрациях это все агентура запада в чистом виде а вот у народа нету ничего и все что сейчас происходит на украине это вот свидетельство того что народ поставлен на приговорен поставлен на вымирание для того чтобы эту ситуацию переиграть нужно создать кадровую базу кадровая база создается учебой она создается призывом отбором собеседованием постановкой строй принятием присяги выдачи довольствия из одних рук и подготовкой управленческих компетенций которые пригодятся когда в кризисных условиях будем восстанавливать народное хозяйство для того чтобы это начать сделать нужно провести ряд организационных мероприятий нужно учредить легитимный орган который бы представлял новую переучрежденную украину и от этого органа на основании его решений начать подготовку кадровой базы кадровая база строится тремя потоками три колонны первая колонна это управленцы всех уровней вот местных советов до киева до столицы где там будет столица после войны это еще вопрос это управленцы причем исполнительные управленцы то есть и люди которые будут в голод холод управлять территориями заниматься топливом хлебом организации производств и так далее и так далее то есть это люди которые должны из двух задач бюрократии до управить на месте и присосаться схватить долю малую в зубах отнести наверх уметь делать то что называется управить это очень важно потому что в основном или то это те которые присасываются это первая колонна вторая колонна это служба безопасности разведка контрразведка силовой блок которые должны обеспечить безопасность вот управленцев как минимум да и обеспечить возможность мирного движения по развитию народного хозяйства и должна быть информационная часть это журналисты сми поэты песенники юмористы их тоже слушают их контент пользуется спросом и популярностью и конечно же киношники то есть там должны быть краткосрочные сми и долгосрочные сми средства массовой информации и вот эти три колонны нужно подготовить времени на это надо примерно три может быть в отдельных случаях до пяти месяцев это что касается производства контента но это уже надо делать сегодня с апреля месяца до бюджет такого мероприятия он примерно вписывается там в цифру до 20 миллионов долларов если рассуждать такими более понятными денежными знаками по обе стороны границы я не за доллары я в том смысле чтобы оценить масштаб инвестиций и тогда если начать подготовку начать вещание первыми журналистами окучить всю украину проинформировать о проекте переучрежденной страны то тогда перехватить управление становится реальным потому что у американцев своя кадровая база в четырнадцатом году была причем тоже на всех уровнях вот в принципе все что я сказал и все что вызвало интерес у зрителей вот этого телемоста который называется спасите нас братья хочу сказать обратить внимание что речь ни в коем случае не идет о том чтобы повесить украину огромную страну с населением таким немалым да на баланс россии речь идет о том чтобы ресурсы имеющиеся на украине очень немало управить не дать на водку полигатором скажем с российской стороны которые точно также смотрящие за кошельками и в офшорах зарегистрированные активы конечных бенефициаров никто не знает или даже если не зарегистрированы в офшорах все равно каким-то образом через дочки матери конечные бенефициары присутствуют в пакете собственников вот управить нужно новой кадровой базы эту кадровую базу нужно выращивать если ее не собрать и не подготовить мы украину можем потерять и следующим ходом будет уже расчленение россии понадобится определенное время понадобится может быть путь москве может быть устранение политических деятелей сценариев там несколько если этому ничего не делать а нужно скачу последние 25 лет русская глобальная община палец не ударила в направлении мягкой силы кадровая база сми кинематограф служба безопасности это мягкая сила это не войска так вот если мы не начнем работать в этом направлении мы можем проиграть а это неправильно